Всем привет вы на канале а ну-ка давай-ка и это третья часть нашего челленджа с заданиями от подписчиков которые сегодня будет выбирать Баффи. Анюта внимательно просмотрела все комментарии, выбрала 20 из них и присвоила каждому свою кнопочку. Кстати ребята если вы хотите четвертую часть челленджа с Пупсей не забудьте поставить свой лайк под этим видео и как только насобирается 50 тысяч лайков Анюта с Андреем снимут продолжение. Слушай Васюш под этими кнопочками точно есть задание с колбаской. Постарайся пожалуйста включить свою интуицу на максимум чтобы вы устроили себе перекус. Нет ну а что подписчики любят когда мы выполняем колбасные челленджи. Ладно малыш я постараюсь найти что-нибудь интересное. Ну а пока что иди, а я начну изучать кнопки. В самом начале хочу узнать какое число скрывается под этой кнопкой. Хорошо Баффюша давай посмотрим и это 58. Ух ты прикольно а расскажи какое задание там попалось. Сейчас милушка все расскажу. Задание 58 от Алексея Храповицкого в котором котикам нужно прыгнуть на разную высоту 40, 75 и 100 сантиметров. Для челленджа мы подобрали предметы подходящей высоты и позвали первого участника. Я так понял мне просто нужно запрыгнуть на стул? Да все верно. Выглядит очень просто, я на такие стулья каждый день запрыгиваю. Молодец малыш первый разогревочный раунд ты с легкостью прошел. А что будут и другие? Да на 75 и 100 сантиметров. На стул я кстати тоже пару раз запрыгивал, но это было давным-давно, так что не считается. Ладно я пошел. Ничего себе вот это прыжок, ты словно кузнечик скачущий по высокой траве. Хе-хе спасибо за комплимент. Конечно для котов если честно это высота несерьезная. Давай лучше уже перейдем к самой сложной части, ты говорила что будет три раунда. Да, но для него нам нужно подняться в вашу комнату. Вот это я понимаю высота, совсем другое дело. Давайте я вам покажу как взрослый кот как я может с легкостью взять такой уровень. Ну давай, мы за тебя болеем. С ума сойти, очень плавный и легкий прыжок получился. Кстати высота ствола дерева не 100 сантиметров, а 110. У нас просто в доме это единственный подходящий предмет по высоте для челленджа и ты смог на него запрыгнуть. Было не сложно, думаю если сильно постараться то можно и в гнездо запрыгнуть. Слушайте, ну где мелкая? Она же собирается покорять те же вершины что и я. Конечно не волнуйся, сейчас пойду прямо к ней. Это задание на прыгучесть и тебе нужно покорить три высоты. Ага, значит этот стул моя первая цель? Да, верно. А ну хорошо, сейчас запрыгну. Их! И у тебя и у малыша практически одинаковая техника по запрыгиванию на этот стул. Хе-хе! Конечно, здесь и не высоко и нет смысла прыгать без поддержки. Ладно, давай уже перейдем к следующему этапу. На стол что ли прыгать? А как же касать этикет? Сегодня ради задания можно. Ну ладно, раз ты разрешаешь, тогда алле оп! Ух ты, какой элегантный прыжок, ты как пушинка залетела на стол. Заль только, что на нем ни одного кусочка колбаски нету. Может вкусняшки будут в следующих заданиях? Было бы хорошо, а то заводик уже урчит. Ладно, давай перейдем к последнему этапу. Чтобы забраться наверх я буду использовать свой лайфхак. Так-так, поподробней пожалуйста. Для хорошего прыжка нужно подходящее место. Прикольный у тебя способ, не знала что котики пользуются лайфхаками? Конечно пользуемся, как же мы иначе словили бы столько Масей и других зверьков. Верно. Ну что ребята, по моему пушистики справились с этим заданием. Если вам не сложно поставьте милашкам свой супер лайк за их грациозные прыжки. Ну а мы возвращаемся к Баффюше. Теперь я хочу узнать какое задание скрывается вот под этой кнопочкой. Анюта переверни ее пожалуйста. Хорошо, давай посмотрим. И это число 54. А задание под этим номером от Тонори ОК, в котором Рыжуле нужно показать свои фото, когда она только появилась у нас. Привет ребята, вижу вас заинтересовали мои архивные фото. Ну что ж, я подумала и решила показать вам не фото, а самое первое видео, которое никто еще не видел. Это видео было снято 17 июля 2016 года. На нем Рыжульке примерно три месяца. Она и два соседних котенка решили поиграться в нашем дворе. На тот момент у нас уже был ютуб канал, но никакие видео мы на него еще не выкладывали. А идея снимать ролики с котиками к нам придет еще только через год. Поэтому это видео с милой Рыжулькой снималось для личного архива. А мы если честно про него уже даже и забыли. Но благодаря заданию от подписчика нашли его, потому что пересмотрели все папки с файлами на старом компьютере. Вот такой крохой была Рыжуля, когда решила никуда не уходить и остаться жить с нами в нашей дружной семье. Надеюсь вам понравился мой архивный ролик. На нем я такая малютка, что прям не верится. Ладно, давайте продолжим наш челлендж и вернемся к Баффюше. Ребята, пока мы снимали этот челлендж, на нашем канале стало 3 миллиона подписчиков. Это невероятное событие для всех нас. Большое спасибо, что следите за нашим творчеством и подписывайтесь на канал. Нам безумно приятно. Ну а сейчас давайте перейдем к следующему заданию. Анют, открой вот эту кнопочку. Хорошо Басюш, и это задание номер 56. Что в нем нужно будет сделать? Сейчас все расскажу. Это задание от Дианы Воротниковой, в котором нужно будет малышу из под скотча достать колбаску. Мы подготовили все необходимое и как сказано в задании приклеили вкусняшку скотчем, а потом позвали пушистика. Я слышал Баффи выбрала задание с колбаской? Да, все верно. Ага, вот и она. О, какой аромат. А, я так понимаю мне нужно освободить ее от скотча? Именно так. Все таки у Баффюши волшебная интуиция, выбрала задание ровно такое как я и хотел. Ладно, пришло время обдумать тактику. Но чувствую желающих на эту вкусняшку за дверью очень много. Говорят нужно достать тебя из под скотча. Да ты так хорошо приклеилась, что мне остается только один вариант. Какой же? Нужно языком сделать небольшую выемку во вкусняшке и уже после этого стараться подключать зубы и попробовать оторвать скотч. О, по-моему у тебя получается. Молодец, вышло так как ты и задумался своим планом. Наслаждайся победой. Ребята, вы только посмотрите какое количество скотча сдерживало вкусняшку. Хотя думаю даже если и усложнить задание и приклеить еще больше скотча, у малыша все равно найдется какой-нибудь хитроумный план. Ну вроде все, с заданием я справился. Теперь как говорится после вкусного обеда полагается поспать. Так что если я понадоблюсь я буду в нашей комнате. Для следующего раунда мне приглянулась вот эта кнопочка. Хотя нет, давайте лучше перевернем вот эту. Окей, как скажешь. И это число сорок четыре. Расскажи какое задание ему соответствует. Под номером сорок четыре Мария Челюбеева предлагает подстричь Пупсю. Что ж пупсенька, задание есть задание. А что, а я и не против. Поехали быстрее к моему любимому грумеру. Ха-ха-ха. Тогда залазь наверх и устраивайся поудобней. О, молодец. А какое ощущение мне нужно выбрать? Какое хочешь. Тогда хочу ехать посередине, чтобы видеть все что происходит на дороге. Как скажешь. Ладно, пора отправляться в путь. Спустя пару часов. Пупсенька иди сюда. Ух ты, какая ты красивая. И косичка у тебя классная. Ух ты, правда? Мне тоже она нравится. Ань, покажи ребятам результат до и после. Вот такой пупсенька была до стрижки и встречи с грумером. А вот такая стала после. Что ж, мне кажется это задание мы выполнили. Поэтому можем перейти к следующему. Да, давай. И напоследок хочу узнать что под этой кнопочкой. Отлично. И это число 43. Я чувствую что будет что-то интересное. Давай заглянем к нам в список и под номером 43 Итачи Учиха предлагает отправить любому подписчику наш мерч. Мы решили чтобы было чисто не выбирать собственноручно какого-то подписчика. А провести конкурс в нашем инстаграме. Где победителя определит случайным образом сервис для розыгрышей. А призом будет вот такая кружечка. Поэтому переходите в наш инстаграм. Находите пост со мной и кружкой. И выполняйте условия розыгрыша. Которые очень простые. Нужно подписаться на аккаунт. Поставить лайк под постом. И отметить своего друга. И конечно дождаться результатов розыгрыша. Которые будут опубликованы 20 ноября в сторис инстаграма. Так что если вы хотите частичку нашего мерча. Обязательно участвуйте в конкурсе. И возможно именно вы станете победителем. А кто не выиграет не расстраивайтесь. А заходите в наш магазинчик. И покупайте все что вам понравится. Ну что ребята. Вам понравилась новая часть челленджа с кнопками? Если да. Не забудьте поставить свой лайк под этим видео. Чтобы поддержать эту рубрику. Тогда Анюта с Андреем начнут снимать продолжение с пупсей. А если вы придумали задание. И хотите чтобы оно попало в выпуск под одну из кнопочек. Вам нужно подписаться на канал. Ведь задания выбираются только от подписчиков. Так что обратите внимание какого цвета у вас кнопка. Она должна быть серой. Означающая подписку на канал. Ну а у нас на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok